Да, именно управление электрической каменкой удаленно, находясь в любом точке, в любой точке страны, я могу включать и выключать электрическую каменку через телефон. Итак, каким образом я снял крышечку, лицевую панельку, сейчас в данный момент у меня печка включена, теперь на телефоне, вот я захожу в приложение, захожу в приложение, здесь у меня поделено на зоны, и включаю печь сауна, то есть вот она, печь сауна, видно слева, видна индикация, видна температура, камера не фокусирует, видна температура, и теперь вот я беру его и выключаю, допустим, выключилось, происходит щелчок, видите, панель загорает, теперь снова нажимаю, включается, вот здесь под потолком у меня вот так все устроено, здесь каким образом происходит, вот я опять нажимаю на телефон, оп, все, лампочка тухнет, опять, все, также в программе можно настроить таймер режим, то есть, допустим, чтобы печка включалась по времени, то есть вот здесь возможность приложения очень большая, удобно все это делать одной рукой, но самая основная цель, что можно без людей, находясь в любой точке мира, взять и включать печку, то есть и выключать ее, вот таким образом все это происходит, все четко и видна температура, кстати, очень удобно, можно также в приложении настроить по диапазонам температуры, допустим, доходит до отметки 80 градусов, печь автоматически выключится и будет поддерживать эту температуру, будет сама включаться, не выключаться, на самом деле такая функция есть и в самом этом блоке управления, я на нем тоже выставил ограничение, но тем не менее, можно это делать через приложение. Я перечитал очень много литературы, куча, много информации, я искал решение именно заводского, так как я не нашел никакого заводского решения, я начал копаться дальше. Зачем придумать велосипед, когда китайцы давным-давно уже придумали умную Wi-Fi розетку, которая стоит очень маленьких денег и которая меряет температуру в помещении и включает, выключает любое оборудование, нагреватель, вентилятор, все что угодно. Одним словом, умная Wi-Fi, умный Wi-Fi выключатель. Ну что, будем разбираться непосредственно, как подключить Wi-Fi выключатель к электрической каменке, а именно к блоку управления. За окно у нас гаражный кооператив, но речь сейчас не об этом. Ставим управление электрической каменкой через Wi-Fi. То есть, поставили, здесь была печь на дровах, поставили электрическую каменку, для того, чтобы удаленно можно было включать из любого точки мира каменку. Каким образом сделать? Стандартный блок управления, Харви, в разрыв этой кнопки вывели провода, в нем идет фаза. Ноль мы взяли отсюда и подключили к такому блоку управления. Этот блок управления позволяет мерить температуру с помощью вот этого датчика, мерить температуру в помещении. Стену мы здесь просверлим и выведем туда этот датчик. Он меряет температуру в помещении и удаленно можно включать, находясь в любой точке мира. Чтобы включать каменку. Осталось заделать дыру от старой печки и дыру от дымохода. Таким образом у нас сейчас все выглядит. Сам Wi-Fi модуль, блок управления у нас спрятанный вот здесь под потолком. Амстронг сейчас я сниму и все детально покажу. Итак, моменты подключения смарт-выключателя. Это панель управления Харви. Я изначально, когда выбирал печь, я сразу понимал, что должна быть кнопка, независимая кнопка включения и выключения. На самом деле не обязательно этот блок управления устанавливать именно на эту печь. Надо важно смотреть, чтобы в блоке управления была выносная кнопка включения и выключения. Потому что это своего рода Wi-Fi выключатель. То есть у него есть вход, у него есть ноль. То есть у него есть фаза, есть ноль. То есть включаем сюда 220, допустим, сюда и сюда 220. И он в принципе уже начинает работать. У него есть такой датчик температуры. Он выглядит вот таким образом, по-моему, до 120 градусов. Также сюда же есть датчик влажности. Он проще нарисовать. Допустим, это у нас блок управления Харви. Здесь у нас кнопочка. Напишем ее вот так и так. Это мы обозначим два контакта. То есть в нее входит, я прозвонил, здесь фаза. Отсюда выходит и пошла на рылюшку. Но это нам не важно. Здесь у нас подходит 380. Вот они, четыре контакта. Я понимаю, по схеме понятно, что вот это, это все у нас фазы. То есть три фазы. Они нам не интересны. Для того, чтобы у нас работал этот выключатель, нам нужна фаза и ноль. Откуда мы ее берем? Мы ее берем от этого выключателя. Ведем ее сюда. И а ноль мы берем как раз вот отсюда. От клеммы, где подключаются силовые провода, где идут. И отсюда мы берем ноль. И уводим сюда. Все. В принципе, Wi-Fi выключатель у нас запитанный. И что, каким образом у нас происходит. В принципе, мы уже видим в онлайне действующую температуру, которую замеряет этот датчик. Но у нас нет как такового управления печью. Как же происходит включение этой печки? А чтобы происходило включение, нам нужно вот эту фазу, вот эту фазу передать сюда. Каким образом это происходит? Вот здесь, вот это именно, где написано L, отсюда идет непосредственно управляющая фаза. Когда вы включаете, эта фаза замыкается с этой фазы. И фаза переходит. И из-за этого, что нам нужно было? Мы отсюда потянули два провода. И этот провод мы утянули вот сюда, в эту фазу. Четвертый и второй ноль нам, в принципе, не нужен. Итого, у нас в этот датчик подходят три провода. Каким образом происходит непосредственно контроль печки? Когда мы взяли от этой кнопки фазу и взяли отсюда ноль, тем самым у нас появилась возможность видеть температуру в сауне. Но не было возможности включить эту каменку. Чтобы включить каменку, нам нужно вот на вот этот контакт подать напряжение. Каким образом мы его взяли? Мы его взяли вот отсюда. Знакомство датчика с приложением происходит очень быстро. Там, в принципе, все следует по инструкции. Установили приложение, добавить устройство. Если обязательно нужно сделать таким образом, чтобы ваш телефон был подключен к Wi-Fi действующей сети. И обязательно в ней должно быть 2,4 Гц. То есть на 5 Гц она уже не будет работать. Именно 2,4 Гц. И именно Wi-Fi, именно того помещения, где установлен этот гаджет. После этого происходит знакомство. В течение 3-4 минуты устройство найдено. Там вы можете его обозвать как угодно. Я его назвал сауна. После этого открывается интерфейс, где можно поставить включение, автоматическое включение по времени, автоматическое включение-выключение по температуре. Если дополнительно у вас установлен другой датчик, не датчик температуры, а датчик температуры и влажности, можно отрегулировать включение-выключение по влажности. Как я уже говорил, этот гаджет можно ставить не только на этот блок управления Важно, чтобы у него была обязательно кнопка контроля А именно включение и выключение И как она работает И в принципе можно абсолютно на любой блок управления поставить такую умную розетку А по стоимости стоит по цене битого кирпича Вот то же самое, что у нас на рисунке То есть входящий ноль, он идет у нас на Wi-Fi розетку И вот там видны двухжильные провода, которые в разрыв этой кнопки Но в момент подключения этой розетки кнопка должна быть выключена А то этот выключатель не будет работать То есть эта кнопка просто не должна функционировать и все Причем данный Wi-Fi выключатель я уже использую на включение водонагревателя Там у него специфика немножко другая Он еще замеряет сколько киловатт употребил данное оборудование, которое к ней подключено Но оно уже у меня испробовано уже четвертый год И в принципе все работает, все исправно Отображение температуры, порядок включения, ничего не вылетает А мы разобрали установки этого датчика непосредственно в блок управления Harvey Также можно установить такой же гаджет, такой же Wi-Fi выключатель на любой контроллер На любую печку Но нужно четко понимать, как устроена кнопка включения и выключения Это очень важно А так в принципе я не думаю, что сложно допустим на любой другой контроллер это установить Я выбрал Harvey по одной простой причине Так как он был в наличии и его не пришлось долго ждать Ну и цена, качество решил пусть чуть-чуть подороже Но все-таки это Harvey Если вам будет интересно У меня здесь в сауне есть вентиляционный вентилятор Который включается по влажности воздуха Я также могу объяснить, как это все у меня устроено Как это все работает То есть влажность в помещении, когда поднимается Уже запрограммирована вот в этом приложении Температура определенная, влажность И как только доходит до этой отметки Автоматически включается вытяжка Выкачивает, влажность падает Вентилятор выключается Конечно, режим работы И как быстро нагревается печка Я думаю, и как я сделал апгрейд этой печки Я запишу в следующем видео А ссылочку на умный Wi-Fi выключатель Я оставлю в описании Там нюанс в том, что нужно смотреть Именно они отличаются Датчик идет в комплекте, не идет в комплекте Удлинитель нужен вам или не нужен Датчики, бывают датчик температуры и влажности Есть температурный датчик, есть диапазон Температура отличается там до 120 градусов До 90 градусов Короче, читайте характеристики Читайте описание Нажимайте на кнопку И заказывайте И 1800 рублей И удаленный доступ вам открыт А всем до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok